К сожалению, не все дети рождаются у любящих, заботливых и ответственных родителей. Бывает, что едва появившись на свет, ребенок попадает в сложную жизненную ситуацию, хотя и не понимает этого. Найти такому человеку нормальную семью взамен несостоявшейся, пока он не вырос и не почувствовал себя обделенным, и мечта, и цель сотрудников дома ребенка-малютка. Здесь День защиты детей – особый праздник. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Именно с этих слов начался утренник. Гостями праздника стали сами юные жители дома ребенка и дети, у которых недавно появились новые родители. Когда дети уходят с нашего дома ребенка, мы поддерживаем тесную связь с этими семьями, потому что часто возникают вопросы по поводу адаптации детей в семьях, и мы стараемся как можно помочь этим семьям. Сейчас тут живут 42 ребенка в возрасте до 4 лет. С каждым годом их становится меньше, а взрослых, готовых принять к себе в дом малышей, больше. Хочется пожелать поздравить всех наших мам, бабушек, которые, прежде всего, приемных, наверное, которые забрали в свои семьи малышей из этого дома ребенка. Их много достаточно. И воспитывают этих детишек как своих. Мы им очень благодарны. Воспитываются они действительно как в родных семьях. Так повезло двухлетней Маше Шариповой. Из дома ребенка она попала в семью Вазиковых. Теперь у матери героини семеро детей. Причем сама она является сотрудником дома «Ималютка». Когда она пришла к нам, когда я ее увидела, ну, у меня как-то щелкнуло. Ну, не так уж прям. Во время отпуска медсестер я работала в их группе. И она была там самая маленькая, самая такая нежная, ласковая. Она мне очень понравилась. Я сразу же на нее оформила документы. И я ее забрала. Теперь она наша дочь. В день защиты ребенка покинут дом «Малютка» еще несколько детей. Конечно, в его стенах теперь станет тише. Зато в семьях будет слышен звонкий и задорный смех маленьких домочадцев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика.